Всем привет! Привет-привет! Мы точно знаем, что тебе понравилось, а понравился тебе наш большой и честный обзор на все вкусы шоколадок мистера Биста. И мы точно знаем, что нам не понравилось, а не понравился нам вкус этого мистера Биста. Не его самого, конечно, а его шоколада. И именно поэтому сегодня мы решили сделать не просто гигантскую шоколадку, мы решили усовершенствовать ее вкус. А для этого мы используем настоящие какао-бобы и еще будет просто улетная упаковка. Вы готовы отправиться в это шоколадное путешествие? Тогда мы начинаем! Поехали! Ну а если тебе нравятся наши видео и ты очень хочешь порадовать меня, обязательно подпишись на телеграм-канал Кушать Хочу. Мы выкладываем туда анонсы видео, голосования и проводим розыгрыши. Быстрее в телеграм! А чтобы увеличить вот эту вот шоколадку Мистера Биста, нам потребуется очень много ингредиентов. Их нам предоставили наши давнишние друзья и партнеры из торгового центра Метро. В этот раз мы использовали ингредиенты брендов Метро Шеф и Риоба. Нам понадобится 27 килограмм сахара, 15 килограмм жареного фундука и 5 килограмм потрясающего сушеного изюма. Кстати, если ты не хочешь быть сушеным изюмом, а хочешь быть виноградинкой, обязательно подпишись на наш канал. Когда мы используем ингредиенты от бренда Метро Шеф во время готовки, мы точно уверены, что блюдо получится идеально вкусным. А еще очень удобно, что у торгового центра Метро есть замечательная и очень быстрая доставка. Так что скачивай приложение Метро, используй наш фирменный промокод и получай скидку 15% на первый заказ. Ссылка на скачивание приложения, а также инструкция по использованию промокода ждет тебя в описании. Ну что, пойдем увеличивать шоколад Мистера Бисна? Пойдем. Эта посылка приехала к нам из Колумбии, а в ней мы нашли 15 килограмм настоящих плодов какао-дерева. Это те самые бобы, из которых готовят настоящий шоколад. И сегодня мы решили заморочиться и повторить оригинальную технологию, чтобы сделать шоколад полностью с нуля своими руками. Сначала бобы нужно разрезать и извлечь содержимое. Внутри мы нашли влажную сердцевину. Это те самые какао-бобы. На шоколад, конечно, пока не очень похоже, но пахнут они вкусно. Разрезаем все бобы и вынимаем эту слизистую мякость. У нас получилась вот такая горка белых какао-бобов. Выкладываем их в гастроемкость и распределяем под нутак, чтобы все получились в один слой. На этих подносах мы будем ферментировать какао-бобы. При специальных условиях, температуре и влажности. Ну вот мы открыли все бобы, которые у нас были. Достали из них семена и положили в один слой. Сейчас пришло время им ферментироваться. Для этого мы оставим их на одну неделю в теплом месте. Но для вас время пройдет намного быстрее. Через неделю все наши бобы подсохли и стали вот такого коричневого цвета. А еще у них появился неприятный резкий запах. Теперь бобы нужно запечь. Мы выложили их на противне и отправили в духовку на 30 минут. Во время обжарки раскрывается вкус какао-бобов и появляется шоколадный запах. Но есть проблемка. Из 15 килограммов сырья получилось всего 800 граммов какао-бобов. А после очистки останется еще меньше. Из 15 килограммов какао-бобов у нас получилась вот такая небольшая миска. И мне кажется, что этого явно не хватит для того, чтобы сделать гигантскую шоколадку. С учетом того, что над ними еще нужно как следует потрудиться. Их нужно очистить, превратить их в специальное сырье, перемолоть. В общем, работы еще очень много. Но мы хотим сделать реально огромную шоколадку. И нашлись замечательные ребята, которые согласились нам помочь реализовать нашу безумную идею. Привет, я Вика. Я Дима. Заходи. Ну что, дома у нас вообще ничего не получилось. Как теперь нам сделать большой шоколад? Ну, вы по правильному адресу приехали. У нас есть необходимое оборудование, которое мы производим сами. И у нас как раз есть лаборатория для испытаний. Сейчас я вам все покажу, и вы сможете сделать свою шоколадку. Супер, поехали. Это прежде всего мельница, которая позволяет перетереть какао-бобы, какао-масло и сахар в однородную субстанцию, которую мы потом называем шоколадом. И, в общем-то, это самый главный актер нашего действия. Называется он меланжер, и он приготовит нам 65 килограмм шоколада. Вопрос не только в перемалывании, но и в процессе помола происходит высвобождение дубильных веществ, кислот. И шоколад становится более нежным и шелковистым. Да, это, значит, старинная такая технология. Там два катка гранитных, и они вращаются по каменному дну за счет того, что кастрюля вращается. И очень медленно, аккуратно и поступательно все частицы перемалываются. Ну, и самый твердый – это сахар, конечно, и какао-бобы. И вот они очень медленно перемалываются, и приходят в состояние 25 микрон, когда язык буквально не чувствует ни одного кристаллика, и масса кажется однородной шелковистой. Ура! Ребята из Катзамы помогут нам с оборудованием и технологией. Мы заказали 25 килограмм тертого какао. По сути, это те же самые бобы после обработки. Перед засыпанием в меланжор какао нужно наколоть, что мы и сделали простым ножом. Итак, это гигантский меланжор, рассчитанный на 70 килограмм шоколада. Запускаем его и начинаем подсыпать ингредиенты. Первым идет какао-масло. Его мы взяли 15 килограмм. Засыпаем постепенно. Перед тем, как закинуть новый ингредиент в меланжор, предыдущий должен полностью растопиться. Это происходит небыстро, поэтому мы помогаем ему феном. Процесс небыстрый. Вика орудовала феном около часа, постепенно подсыпая какао-масло. И только после того, как оно полностью растопилось, мы готовы засыпать тертое какао. Также постепенно засыпаем все 25 килограммов. А теперь настало время засыпать сахар. Напомню, что у нас его 27 килограмм. Измельчение всех ингредиентов – дело небыстрое. На это уйдет два дня. И, конечно, в домашних условиях вынести шум меланжора было бы просто невозможно. Ну а мы ускоряем для вас время в очередной раз. Ну что, друзья, прошло ровно два дня с тех пор, как мы закинули все основные ингредиенты в меланжор. Этот агрегат работал два дня абсолютно без перерыва и измельчал ингредиенты до состояния гладкой эмульсии. И сейчас, прежде чем мы будем темперировать наш шоколад, нам нужно добавить туда особый ингредиент – соевый лицетин. Он сделает наш шоколад более текучим. Лицетин оказался похож на густую вязкую нефть. Добавляем его в меланжор, и буквально на глазах наша масса становится более шелковистой и текучей. Наконец, настало время сливать жидкий шоколад из меланжора. Это первые 10 килограмм готовой шоколадной массы. Здесь нет ни единого комочка, потому что меланжор все идеально перемолол. Нам предстоит набрать еще 6 таких гастроемкостей. Во время сливания шоколадная масса проходит через специальное вибрирующее сито, что позволяет избавиться от всех мельчайших комочков и сделать текстуру просто идеальной. Дамы и господа, вот так выглядит 60 килограммов шоколада. Никогда не видел такого количества. Следующий этап – это темперирование шоколада, то есть доведение шоколада до определенной температуры. В нашем случае нужно, чтобы температура была 31 градус. Эта машина сама регулирует температуру шоколада, и это очень удобно, потому что старый метод – это вот возюкание шоколада на мраморных плитах. Но у нас очень много этой массы, почти 60 килограмм. Поэтому эта машина очень удобна. Она сделает все за нас. Только посмотрите, каким зеркальным становится шоколад после темперирования. Ребята, этот шоколадный босс из Кадзамы реально заморочился. И на своем производстве они приготовили для нас вот такую форму 100 на 60. Из чего она сделана, Дим? Слушай, ну это фанера на самом деле. Ничего такого сложного нет, которую мы обклеили пергаментной бумагой, чтобы потом можно было достать из нее шоколадную плитку, ну и она не соприкасалась с фанерой. В общем-то, ничего сложного. То, что меня напрягает, это то, что здесь будет реально очень много шоколада. И я переживаю, как бы вот это все не разорвало, и у нас не получилось шоколадной лужи вместо шоколадной плитки. Беспокоиться есть о чем, потому что к весу шоколада добавится вес наполнителя. Мы взяли 15 килограмм жареного фундука и 5 килограмм изюма. Начинаем вмешивать наполнитель в жидкий шоколад и заполняем нашу форму. Делаем это слой за слоем, потому что каждая такая гастроемкость темперируется примерно 10-15 минут. Вы только посмотрите, как аппетитно выглядит наша шоколадная масса. Уже очень хочется ее попробовать. Заливаем финальный слой и пока он не застыл, украшаем шоколадку жареным фундуком и изюмом. Готово! Накрываем шоколадку пищевой пленкой и увозим замораживаться в холодное место. Ну что, друзья, прошла целая ночь, и все это время наша шоколадка замораживалась. Мы на самом деле очень волнуемся, успела ли наша шоколадка схватиться, ведь в нашей истории уже были прецеденты, когда наши изделия просто не успевали замерзнуть и разваливались. Давайте посмотрим, что случилось с шоколадкой за эту ночь. Ну что, вкатываем? Вкатываем! Вместе с формой наша шоколадка весит почти 90 килограммов, и поэтому поднимать ее можно только вдвоем. К счастью, у нас все получилось, и шоколадка застыла. Распаковываем ее и разбираем форму. Несмотря на большой вес, шоколадка получилась очень красивой. Она блестит, а значит, приготовлена правильно. Настало время заняться упаковкой. Для начала оборачиваем шоколадку настоящей фольгой. Как только она полностью обернута, проводим суперклеем по ее контуру и приклеиваем сверху наш брендинг. Мы не стали использовать дизайн мистера Биста, а сделали что-то более родное. Ну что, друзья, наша шоколадка готова. Она получилась невероятно гигантской и, я уверена, потрясающе вкусной. А еще я просто фанат этой обложки, потому что ты, Вика, на ней заглядываешь всем нам в душу. И, конечно же, такая вкуснятина не пропадет даром. Мы не сможем съесть ее всю сами, несмотря на то, что она безумно вкусная. Поэтому мы связались с группой фудшеринга, которая раздаст ее всем любителям шоколада. Ура! Прямо сейчас эта шоколадка поедет к волонтерам, которые будут ее дробить и отдавать тем, кто любит шоколад. Спасибо большое фудшерингу и Викторию. Спасибо большое фудшерингу и Викторию. Спасибо фудшерингу и Викторию. Спасибо фудшерингу и Викторию. Спасибо большое. Спасибо большое Викторию и фудшерингу за вкусный шоколад. Спасибо большое фудшерингу и Викторию. Спасибо фудшеринг. Спасибо, Виктория. Будем наслаждаться. Продолжение следует...